МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире городские новости на телеканале Урал-1. Меня зовут Юлия Анфуалова. Смотрите сегодня в программе. Ночью автомобиль с подростками пробил ограждение и упал в реку Меас. Травмы получили трое человек. Его дом теперь принадлежит другим людям. В истории дедушки, которого приютила челябинская семья, появились новые подробности. Готовят к самостоятельной жизни в комфортабельных апартаментах. В Челябинске открылось гостевое жилье для детей-сирот. Ноу-хау в уральской медицине. Врачи ЧОКБ освоили методику, которая позволяет оценить уровень доставки кислорода к тканям. Автомобиль с подростками в салоне упал в реку. Инцидент произошел ночью в Калининском районе Челябинска на автодороге «Северный луч». В результате дорожно-транспортного происшествия травм получили три человека. Водитель автомобиля, мужчина 97-го года рождения, а также два пассажира. Девушки 15 и 16 лет. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Как сообщает госавтоинспекция, 22-летний водитель не справился с управлением, совершил наезд на бетонное ограждение, после чего легковушка вылетела за пределы проезжей части прямо в реку Миас. Перевозят без прав на неисправных автобусах. Сотрудники ГИБДД совместно с управлением по вопросам миграции провели очередной рейд по маршрутным такси. В итоге обнаружили больше 400 нарушений. На дороге вышли 46 экипажей и более 150 сотрудников. Ждать нарушителей долго не пришлось. Список их прегрешений традиционный. Основными из них стали управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также нарушения правил перевозки людей. Два автобуса задержаны и доставлены на специализированную стоянку. К административной ответственности привлечены 164 водителя, пятеро из которых управляли маршрутками без водительских удостоверений. Не обошлось и без нарушений миграционного законодательства. В ближайшее время этим водителям придется покинуть гостеприимные к добросовестным гражданам Челябинск. В Челябинске сыщики задержали распространителя наркотических веществ. Им оказался 28-летний уроженец ближнего зарубежья. Сотрудникам полиции пришлось собирать вещества из наркотойников по всему городу. Так называемого закладчика запрещенных веществ правоохранители задержали у одного из домов на проспекте Победы в ходе проведения оперативного мероприятия. При личном досмотре у иностранного гражданина обнаружили 14 сверстков с героином. Свою причастность к преступлению молодой человек оспаривать не стал. За что задержаны? За наркотик. Как называется? Откладывал. Раскладывал наркотики? Да. После работы с задержанным удалось выяснить большую часть таких свертков. Ему уже удалось разложить по тайникам на территории Челябинска. Из них сыщики изъяли запрещенные вещества общей массой в 30 килограммов. По данному факту в отделе полиции Калининский УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 УК РФ. Сейчас задержанный в изоляторе временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если же суд признает предполагаемого распространителя виновным, он может отправиться за решетку сроком до 20 лет. Без комментариев и лишних подробностей. Новости дня одной строкой. Челябинцев предостерегают от общения с голубями за первые две недели Нового года. Специалисты обнаружили множество не только больных, но и погибших птиц. По словам ветеринаров, определить зараженных пернатых можно по внешнему виду и поведению. У них взъерошены перья, нарушена ориентация в пространстве. С 13 января сообщить о травмированных или больных диких птицах можно в Министерство экологии и Орнитологическое общество по телефонам, которые вы сейчас видите на экранах. Южнуральцы вошли в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституцию. Согласно указу президента, преобразовывать главный документ страны будет 75 человек. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля. В комиссию попали три челябинца. Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию предпринимательства Валерий Гартун, председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, а также президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Первая встреча с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию состоится в эту пятницу, 17 января. Больше 80% челябинских гостиниц не прошли классификацию на звездность. Напомню, с начала года в России действует федеральный закон, согласно которому объекты размещения граждан вместительностью больше 15 номеров обязаны предоставлять свидетельство, подтверждающее уровень качества проживания и обслуживания. В противном случае владельцам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Также материальное взыскание возможно при обнаружении несоответствия заявленному количеству звезд. Аккредитационные проверки экспертов в столице Южного Урала ожидают 79 туристических объектов. Уроженка Челябинска будет продвигать стендап на федеральном канале. Надежда Джабраилова стала участницей нового юмористического проекта. Как признается Челябинка, для женщин-комиков нет запретных тем. В своих монологах Надежда будет делиться со зрителями переживаниями о семейной жизни, рассказывая без купюр о трудностях, с которыми сталкивается девушка, когда выходит замуж. Юмористка отмечает, в родном регионе направление стендап-комедии развито на высоком уровне. Правда, сама девушка за все время работы в этом жанре в столицу Южного Урала так и не поступала. В Челябинске вновь заработал автосалон, который предлагает приобрести машины по крайне выгодным ценам. Только вот клиенты утверждают, под вывеской магазина «Аспект Авто» действуют мошенники. Чтобы выяснить, действительно ли это так, мой коллега Александр Беспалов отправился туда под видом клиента. Итак, вот это тот самый автосалон. Сейчас я под видом клиента пойду брать в кредит машину. Вооружившись диктофоном и смартфоном, я отправился в салон. Напомню, на компанию «Аспект Авто» начали жаловаться недовольные клиенты. Якобы сотрудники берут первоначальный взнос за машину, а только потом предлагают оформить документы. Причем деньги просят внести еще до одобрения банков. Сказать, что процедура приобретения железного коня с оформлением на меня кредита была странной, не сказать ничего. Удалось ли продавцов вывезти на чистую воду, смотрите в специальном репортаже в пятницу в 19.30 на телеканале «Урал-1». Профессиональный праздник отмечают ледовары. Такой профессии не обучают в университетах и колледжах. Ее можно освоить, только переняв знания от такого же мастера. Так чем же занимаются эти люди, узнал наш корреспондент. Знаете ли вы, кто такие ледовары? Если да, то вам пятерка по зимним наукам. Ну а если нет, сейчас мы вам все расскажем. Сергей, поехали! Как вы поняли, речь не о морозной гастрономии. Гордое имя «Ледовар» носит человек, обеспечивающий качественный лед для катания. Один из таких специалистов Сергей сегодня исполнил мою детскую мечту. А еще рассказал, как работает этот транспорт. После того, как выехали на поле, опускаются сани. В простонародье они сани называются, ну, как считаются, как кондиционер они называются. Значит, два типа воды – холодная и горячая подается. Холодная идет впереди саней, так скажем. Тот лед, который сострагивается ножом, он превращается в снег. И холодная вода как бы его смешивает и вот этим подшпаклевывает лед. А после саней уже идет горячая вода. В опущенном виде вот этим полотенцем горячая вода растягивается и заплавляет все мелкие вот эти царапинки, трещинки, которые от коньков. Специалисты считают, заливать лед водопроводной водой моветон. А все потому, что жидкость низкого качества сделает лед рыхлым и с желтоватым налетом. Хорошую арену заливают водой питьевой и тщательно контролируют ее состав. Минимум солей, минимум железа. То есть все вредные примеси, которые влияют на скольжение, они убраны. Все, и лед получается плотный, накатистый, прочный. Кстати, ни в одном колледже или институте ледоваров не обучают. Эта работа напоминает труд ремесленников. Специалисты передают друг другу знания, что называется из уст в уста. И за многие годы по крупицам вырабатывают свой секрет идеального льда. Хороший лед – это всегда компромисс. Кому-то надо, чтобы реклама была видна. Кому-то надо, чтобы и мягкость льда соблюдалась какая-то. Ну и скорость заливки, естественно. Кому-то побыстрее надо. Трактор уже сидят с клюшками и не терпится им побыстрее выйти. Так что затягивать-то некуда. Хоккеистам, конечно, хочется побыстрее и покачественнее. Состояние льда они отмечают на играх в разных городах. Работу челябинских ледоваров оценивают высоко. Челябинский лед – один из, я думаю, в тройку топов в лиге, я думаю, входит именно по качеству. Кстати, сегодня, 16 января, ледовары отмечают профессиональный праздник. Поэтому, если вдруг вы собираетесь на каток, не забудьте поздравить тех, кто заботится о гладком скольжении. Елизавета Виноградова, Дмитрий Пищулин, Урал-1. Ноу-хау в медицине. Челябинские врачи первыми в уральском регионе освоили новую методику, позволяющую оценить уровень доставки H2O к тканям, то есть измерить скорость и насыщенность крови кислородом. Наш корреспондент Вячеслав Ватутин знает подробности. Этого медсестра обрабатывает точки, на которые будут накладываться электроды, и устанавливает специальные кольца. Кольца эти одноразовые, к ним крепятся в дальнейшем электроды. Две минуты на подготовку, а потом уже наблюдение. Челябинские врачи освоили новую методику – транскутанная оксиметрия. Название сложное, а вот объяснение простое. Исследование помогает сосудистым хирургам оценить скорость доставки кислорода к тканям. Засекается, ну просто на часах засекается время исследования, порядка 15-20 минут, и просто ожидание, происходит период ожидания. Смотрим на показания, которые выдает аппарат, ждем, когда они будут стабилизироваться, перестанут, так сказать, прыгать. Медицинская ноу-хау понадобится пациентам, страдающим в основном сахарным диабетом и атеросклерозом. Челябинские врачи находят в методике только плюсы и максимум возможностей применения. А вот именно эта методика, она позволяет определиться, что нужно сделать и в каком объеме. И в конце концов проверить, какой результат мы получили. Мы можем узнать, хорошо у нас получилось, нужна будет ампутация, не нужна будет ампутация, на каком уровне ее нужно будет делать. Юрий Морозов наблюдается в областной больнице с 2009 года. Десять лет мужчины мучают боли в ногах. Сегодня к нему первому применяют новую методику. В менее 100 метров улучшается ходьба, нога устает, требует отыскать. После обследования, лечение, может, какое-нибудь направленное будет именно на это. Ну, чтобы получил состояние ноги было. Юрий Морозов надеется, что врачи, вооружившись новой технологией, раз и навсегда вылечат его больную ногу и вернут ему нормальную двигательную активность. Вячеслав Батутин, Владимир Котягов, Урал-1. Эта история уже со счастливым концом. Однако, впереди еще много проблем и хлопот. Несколько дней назад в городских новостях мы рассказали историю пенсионера, который 9 лет жил на теплотрассах и в подъездах. Собственное жилье у него сгорело, идти было некуда. Перед Новым годом о бездомном, но при этом непьющем и интеллигентном дедушке узнала семья Гулицыных и забрала его к себе. Как выяснилось, насовсем. После публикации в СМИ пенсионера узнали и на заводе, где он работал раньше. Узнали и также пришли на помощь. Вот так Анатолий Васильевич Лещенко выглядел в конце прошлого года. Теперь же он ходит в новой красивой куртке, чистых брюках и молодежной толстовке. Одним словом, вполне современный пенсионер. В молодости я чувствовал себя на все способным. И то мне поцелуй, и то поцелуй, и все. А сейчас уже, конечно, уже годы ничьи, чтобы так себя чувствовать, но все-таки. Его жизнь полностью переменилась, когда из подъезда к себе домой его забрала семья Гулицыных. Мама двоих детей и по совместительству волонтер так и сказала дочкам, знакомьтесь, это ваш дедушка. Когда он сказал, я боюсь этой известности, я испугалась. Я не могу его отдать, дом престарелых. Те же самые государственные стены ничем не отличаются от улицы, от приюта, где он жил, смысл. Ну, я пришла домой, сказала, все, у нас теперь есть дедушка. Муж на меня так посмотрел. И говорит, да, знал, на ком женился. После выхода в эфир этого сюжета бывшего работника кузнечно-прессового завода узнали и коллеги. Пришли в гости с продуктами для хозяйки, деньгами и тортом для Анатолия Васильевича. Он проработал 13 лет, пошел по стопам старшего брата электромонтером. Его до сих пор помнят, а помнят только тех людей, которые хорошие. Из положительных перемен в жизни Анатолия Лещенко удалось найти его паспорт. Из отрицательных он действительно бомж. Вот буквально сегодня мы узнали, что его выписали. Причем он даже об этом не знал. Откуда выписали? Из деревни, где он жил. Сегодня мы приезжали туда, чтобы посмотреть, что, как вообще, в каком состоянии дом. Думал, может восстановить, чтобы где-то жило там, либо как-то лето. Это который сгоревший? Это который сгоревший, да, дом. Но выяснилось, что дом ему больше не принадлежит. С 2016 года дом записан на некую Екатерину. И сейчас, после пожара девятилетней давности, даже восстановлен. Дом-то хочется свой вернуть. Ну, да как его вернуть? Попробуем, может что-то и получится. Если дедушка привык полагаться на судьбу, то вот его спасительница Валентина оставлять вопрос, кто и как выписал пенсионера без ответа ненамеренно. Тем более, как говорит в вопросах спасения Анатолия Васильевича, она уже не одна. Операцию по удалению выявленной катаракты и восстановлению зрения на себя обещала взять руководство завода, где раньше работал дедушка Толя. Инна Левошина, Юлиан Фалова, Татьяна Авдеева, Урал-1. Двухкомнатная квартира с педагогическим сопровождением. В Челябинске появилось гостевое жилье для детей, оставшихся без попечения родителей. В комфортабельных апартаментах воспитанников детдомов будут готовить к самостоятельной жизни. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Это комната. Здесь удобная мягкая кровать. Большой вестельный шкаф, где находится постельное белье. Это компьютерный стол, где можно не только делать домашнее задание, но и сидеть в соцсетях и переписываться с друзьями. А еще кухня, душевая и просторная гостиная. В общей сложности более 50 квадратных метров. Дети, продолжая профессиональное образование, еще не получили жилье. Они не могут его оплачивать, они не могут его задержать. Для них сегодня открывается дом. Вот то самое место, куда и старше 18 лет они могут вернуться к нам и обрести здесь и комфорт, и уют. Пустующие помещения в Ленинском районе города стали полноценной двухкомнатной квартирой почти за три месяца. Обустройство апартаментов обошлось в 611 тысяч рублей. На сегодняшний день в Челябинской области функционируют почти два десятка аналогичных гостевых квартир. Это определенный прорыв в нашем регионе, потому что за довольно-таки небольшой период времени созданы как раз-таки и гостевые комнаты, и также у нас открыты две тренировочные квартиры, которые позволят более эффективно и вообще в принципе позволят ребятам готовиться к самостоятельной жизни. Помимо предоставленных апартаментов с подопечными будут заниматься педагоги, кулинарное мастерство, финансовая грамотность и профориентация. Все это нацелено на социализацию подростков, оставшихся без попечения родителей. Оставаться здесь молодые люди смогут в каникулярный период. Анна Кучина, Владимир Котегов, Урал-1. Народная традиция, подкрепленная верой. В ночь с 18 на 19 января и весь следующий день, в этом году он выпадает на воскресенье, верующие будут оккунаться в прорубь. В Челябинске официальных купелей, на которых будут дежурить полицейские и скорые, откроется шесть. На озерах Первом и Смолино, а также на Шершневском водохранилище. В этом году погружаться в прорубь южноуральцы будут не совсем в привычных условиях, ведь крещенские морозы отменяются. Синоптики предвещают аномальную для этого времени погоду. В среднем ночью минус 4, днем минус 2. Эксперты говорят, такая температура идеальна для новичков, так что, скорее всего, в этом году желающих нырнуть в ледяную купель будет больше, чем обычно. А что же думают сами священники по поводу этой традиции? Зачем вообще нужно оккунаться? Можно ли зимним погружением смыть грехи? И сколько святой воды необходимо набирать? Эти вопросы мы задали гостью нашей постоянной рубрики «Главный герой». И сегодня у нас в гостях настоятель храма великомученика Пантелеимона Иерей Владимир Панарин. Отец Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Все мы находимся накануне праздника Крещения. У меня первый вопрос к вам, как к священнослужителю. А вы сами окунаетесь в этот день в прорубь? Последние годы, когда я сам служу литургией, я уже не окунаюсь в прорубь, просто нет времени. А так, конечно же, с радостью. Я, когда начал ходить в храм, с удовольствием стремился. Но это, конечно, испытание, это стресс, и нужно подходить грамотно, то есть изучить у врачей рекомендации, не находиться на холоде, надевать тапочки. То есть нужно с умом подходить даже к святым вещам. Мы все знаем, какие противопоказания есть по физическому здоровью. Это хронические заболевания, ещё что-то. А есть ли какие-то противопоказания по вере? По вере ваше да будет вам, говорится в Евангелии. Поэтому человек, даже если он не крещённый, но он хочет принести Богу со своей стороны жертву, он искупается, и Господь не лишит его благодати. Другое дело, что купание в ледяной воде – это народная традиция, которая была поддержана церковью. То есть православная вера не требует в этот день окунаться ни в холодную воду, ни в воду в принципе. Некоторые, я слышал, говорят, вот священники придумали освящать воду, чтобы денег заработать и так далее. К колодцу, в котором есть вкусная вода, никогда не зарастёт тропа людей. Поэтому, когда люди сами заметили, что в этот день вода приобретает целебные свойства в честь праздника, они начали запасаться на весь год, и церковь эту инициативу поддержала, так же, как сейчас, например, поддержала купание. Вот к воде я всё-таки предлагаю немножко попозже перейти. Вот вы сказали, что окунаться в прорубь не обязательно. Я правильно понимаю, можно умыться, можно принять душ, это будет то же самое. Тут вопрос, зачем люди окунаются? Зачем? Некоторые считают, что вот если ты окунулся, с тебя грехи смываются, да? Я думаю, человек за свой некий подвиг и веру свою получает от Господа, конечно, благодать, но грехи с него в этот день водой-то не смываются. Но мне кажется, это же опять вопрос веры всё-таки. У нас в таинствах церкви указывается, что человек, когда крестится с верой во Христа Бога, ему прощаются все грехи. Второй раз креститься нельзя, но из таинства, которое называют вторым крещением, так условно, это исповедь, когда человек искренне раскаивается в содеянном, приносит покаяние в церкви и ему разрешают священник, разрешают его от грехов. Вот, в церкви такого, чтобы при купании на крещении прощались грехи, такого догмата нет. Тогда окунание в прорубь, что это? Это народная забава. Ну да, народная забава. Как сказать? Не то, что забава, но вот что-то такое. По вере вашей да будет вам, человек в любом случае, что бы он ни делал для Бога, он получает от Господа благодарность, благодать и пользу для души. Я сама не раз слышала от людей, которые окунались в прорубь на крещение, и сама тоже это знаю, что говорят, что потом, в течение года, жизнь меняется кардинально после того, как человек окунулся. Но это опять же, наверное, вопрос веры. Что бы мы ни сделали ради Бога, из благих таких побуждений, чтобы как-то Господу угодить, то Господь на этот шаг 100 шагов к человеку делает навстречу. То есть это правда, получается? Я думаю, да. Вы уже как раз неоднократно упомянули о святой воде. Сколько её нужно набирать? Вот есть какая-то статистика, может быть, там много, мало? Что потом с ней делать? Да, я, конечно, немного улыбаюсь, когда вижу, когда бидонами приносят и берут эту воду. Всё-таки вода святая, её достаточно взять, допустим, небольшую бутылочку. Я так уже делаю много-много лет. Приношу домой, потом наливаю в удобный для меня сосуд некипяченую, сырую воду. Это может быть фильтрованная вода. И добавляю несколько капель крещенской воды. Эта вода становится такой же крещенской, потому что это не какое-то лекарство, это Дух Святой освещает воду. И целебные свойства от воды передаются воде. Так что здесь, конечно, необходимо человеку иметь веру. Мне одна бабушка сказала, мы вот слабые верой, поэтому берём воды побольше. То есть вот человеку, получается, необходимо всё-таки поверить, что и эта вода также освещается. Не вижу нужды. Брать много воды можно самому освятить. Спасибо большое за столь интересную беседу. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма великомученика Пантелеимона Иерей Владимир Панарин. Меня зовут Юлия Анфалова. Удачи и увидимся на Урал-1. Пантелеимона Иерей Владимир Панарин.